Самые теплые воспоминания и память о заслуженном металлурге и благотворителе. В Челябинске состоялся концерт ко дню рождения Александра Федорова, легендарного промышленника, который внес большой вклад и в развитие Первого Уральска. Ко дню рождения Александра Федорова проводят благотворительные концерты с участием выдающихся музыкантов и коллективов. В этом году на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки лауреат 16-го международного конкурса имени Чайковского Константин Емельянов и Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. В зале члены семьи легендарного промышленника, первые лица Челябинской области, ветераны и сотрудники Челябинского трубопрокатного завода, которому Александр Федоров посвятил 45 лет своей жизни, а также представители социальных, культурных и образовательных учреждений, которым он оказывал всестороннюю поддержку. Очень приятно нас здесь всех видеть на этом замечательном мероприятии. Третий год подряд мы собираемся 1 февраля, это стало же традицией, но с нами нет Александра Анатольевича. Он в наших умах, в сердцах, в каждом осталась небольшая часть его. Александр Федоров посвятил металлургии большую часть своей жизни. Вместе с Андреем Комаровым он задал новый стандарт современного высокотехнологичного производства, в основе которого уникальная корпоративная культура и философия белой металлургии. Этот концерт привлечен к дню рождения очень талантливого человека, который своими достижениями развивал, поднимал Челябинскую область, доказывал всему миру, что мы можем производить очень классную продукцию, которая может конкурировать с любым производителем. Этот пример, эта память, которая об этом человеке существует, очень важно нести и дальше, потому что за нами идут молодые люди. Они должны верить в нашу промышленность, в нашу страну, в наших людей. Александр Федоров внес большой вклад в развитие спорта и образования в Первоуральске. Вместе с Андреем Комаровым они открыли один из первых кванториумов в Свердловской области, тем самым сделав доступным для юных горожан мир новых технологий. Много лет металлург поддерживал хоккейный клуб «Уральский трубник», являясь его президентом. В 2019 году команда впервые в истории стала призером чемпионата России. Благодаря Александру Федорову и Андрею Комарову появился детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» для социально незащищенных ребят, который в прошлом году отметил 20-летие. Только в Первоуральске спектакли фестиваля посетили более 40 тысяч юных зрителей. Дмитрий Солюков, Новости Первоуральск.